Дорогие христиане, дорогие прихожане, от всей души поздравляю всех вас с наступившим новым 2024 годом и с праздником Рождества Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Однажды отец Антон Штанский сказал, но год-то новый, а грехи старый, поэтому, поэтому все оставим, все зависти, все нечистоту, все, есть эгоизм, все оставим в старом новом годе, Богу получаем господи, но сделай так, чтобы хоть в новом году началась новая жизнь с тобой и по святым Христовым твоим заповедям. От всей души желаем вам милости, доброты, сердечности, простоты, человечности. И вспоминается одна история, в Альпах однажды впервые сын поехал с отцом на поезде, никогда этого не было, он ехал впервые, вдруг они едут, наслаждаются видами гор, красоты, и вдруг поезд, это были традиционные времена, вдруг поезд въезжает в темный туннель, в темный туннель, и вдруг сын ухватился за руку отца и очень испугался. Это время было кратко, они проехали этот туннель, и вдруг отец спрашивает, сынок, ты испугался? Да. Сильно? Нет. А почему не сильно? Когда я ухватился за твою руку, тогда страх мне стал гораздо меньше. Поэтому и мы, давайте хвататься за руку Божьего, и тогда страх в нашей жизни будет гораздо меньше. А где рука Божия? Где мы можем найти? В храме, в молитве, в таинствах и в добрых делах, потому что когда мы протягиваем руку ближнему, вот тогда за эту руку берется сам Господь. Поэтому живите с мыслью, чем и как я могу послужить, моим родным и близким послужить в церкви и нашим Отечеству. Отсмотри вперед с надеждой, назад с благодарностью, вниз с покаянием, наверх с верой, а по сторонам с милующей и сострадающей любовью. Потому что там, где нужно соучастие, недостаточно одного только сочувствия. И пусть Господь всем нам дарует милующее сердце, видящие и слышащие глаза. Потому что когда человек чувствует боль, он живой. А когда человек чувствует чужую боль, тогда он человек. И Господь стал человеком, Богомладение, средство, стал человеком, чтобы мы стали, чтобы мы стали тоже человеками с большой буквы. Поэтому берегите в себе человека. Святитель Филарет Московский однажды сказал, знаете, что надо, чтобы с нами был Бог. Надо, чтобы мы были с Богом. Будьте с Богом. И Господь будет с вами на всех путях вашей жизни. Господи Иисусе Христе, Богомладенче Христе, спасите по миру всех нас с нашу Россию и нашу русскую православную церковь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok